Здравствуйте! Это актуальное интервью в студии Евгения Баженко. Послание президента страны, главная в эти дни тема и по амбициозности планов, и по повестке на ближайшую экономическую и политическую перспективу. Поэтому мы продолжаем обсуждать его с гостями нашей студии. Сегодня у нас в гостях председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Ким Кимен. Здравствуйте, Александр Николаевич! Добрый день! Послание президента – это ежегодное мероприятие, о нем говорится в Конституции. Его ждут, в том числе, судя по фотографиям в Существе, ждали и вы. Ваши ожидания оправдались? Вы, безусловно, правы. В первую очередь, это Конституционная полномочия главы государства в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а именно статьей 84-й. Президент Российской Федерации ежегодно выступает с посланием в адрес Федерального собрания, где речь идет о положении дел в государстве, о внешней и внутренней политике. И, конечно же, это ожидаемое событие, невзирая на ту или иную политическую конъюнктуру. Я хотел бы отметить, что президент страны определил основной вектор развития на десятилетия вперед. Это был такой программный документ, который, безусловно, как в старые добрые времена, мы должны с карандашом пройтись и посмотреть, какие приоритеты. Я бы хотел определить, в первую очередь, социальную направленность, потому что, в первую очередь, в любом государстве, помимо вопросов внешней политики, обороноспособности, мы должны заботиться о народе. И с этой точки зрения в последнее время происходят очень позитивные изменения, в том числе то, что минимальный прожиточный, минимальный размер оплаты труда сравнился с минимальным прожиточным минимумом. Это недостижимый результат доселе. И в этом, конечно, я вижу определенную роль профсоюзов и то, что глава государства считает возможным, невзирая на определенные сложности, этим заниматься. Во-вторых, конечно же, достаток каждой семьи зависит и от каждого из нас, как мы работаем, как мы относимся к труду и насколько эффективно мы трудимся. Безусловно, на это влияет и определенная возрастная конъюнктура, то, что сегодня людей в пенсионном возрасте достаточно много, а эффективно работающих в экономике становится меньше. Тем не менее, эти задачи решаемы. И в своем послании президент поручил правительству определить круг приоритетных задач, в соответствии с которым нужно решать именно эти задачи. Вопросы демографии, вопросы пенсионного обеспечения, вопросы здравоохранения. В том числе президент большое внимание уделил вопросам наставничества образования подрастающего поколения. Вы как преподаватель, как оцениваете профориентационную работу в школах? Я здесь хотел бы отметить, что это очень важное направление. И об этом я говорил в феврале месяце, когда выступал на первом профессорском форуме России. И выступая с высокой трибуны перед ректорами вузов, я говорил о том, что сегодня очень важно уделить внимание профориентационной работе. И здесь в качестве примера мы можем привести наш родной альмамакер Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Если прошлый год был объявлен годом Амосова, и здесь его 120-летним, то этот год в СВФО объявлен годом школы. О чем это говорит? Безусловно, сегодня нужно работать со старшеклассниками уже по-другому, потому что профессиональные компетенции видоизменяются. И это связано с тем, что многие профессии через 5-10 лет могут совсем пропасть, потому что мы живем в век информационных технологий. И с этой точки зрения даже такие популярные профессии, как юрист, могут в определенном виде переформатироваться. И с этой точки зрения та работа, которая сегодня должна проводиться в сфере профессиональной ориентации, она требует не только, так сказать, заявления об его важности, но и финансового подкрепления. Я очень важным считаю, что он сказал, что более миллиарда рублей будут направлены на эти цели. И здесь, конечно же, помимо университетов, связь со школой должны держать и компании, различные предприятия, потому что именно для них востребованы будущие специалисты. А будущие специалисты, они формируются именно в школе. Как школа принимает вызовы современного времени, то же самое будет исходить из того, что эффективность экономики будет зависеть от тех кадров, которые мы будем в последующем воспитывать. А то, что касается второй части вопроса, безусловно, профориентации. И вторая часть, о чем говорил президент, это наставничество. Но мы можем сказать, что за анахронизм, какое наставничество. Это в советское время это было популярно. Но здесь нельзя так подходить, поскольку наставничество – это очень важный фактор. Потому что старшее поколение, безусловно, должно передавать свой опыт, свои знания будущему поколению. Почему? Потому что сегодня при всей индустриализации, компетеризации, цифровизации всей экономики, мы не можем заменить это человеческим взаимоотношением. Вот, например, возьмем, к примеру, проект Сергея Кириенко «Лидера России». Это очень важный проект. И сегодня я с утра смотрел программу «Россия-24», где говорится о новых высоких назначениях этих молодых ребят, которые вошли в финальную стадию. Да и вообще те, кто участвовали, это люди с активной жизненной позицией. А что я в этом вижу? Я в этом вижу пример республики Саха-Якутия. Вы знаете, что у нас под эгидой нашего Илдархана Егора Анатольевича Борисова ежегодно проводится деловая игра «Министр». Вот тот же Павел Маринычев. Многие сегодня, занимающие определенные позиции и в экономике, и в правительственных структурах, даже в депутатском корпусе, прошли именно школу министра. И вот я думаю, что те позиции, которые сегодня вырабатываются в республике Саха-Якутия, они уже воспринимаются на общефедеральном уровне, и это нас радует. А как юрист, какие пункты послания вы можете отметить? Ну, как юрист, конечно же, я в первую очередь хотел бы сказать, что президент в очередной раз подчеркнул, что мы строим демократическое общество. Это что означает? Это означает то, что мы должны быть свободны, что мы должны быть ответственны. И с этой точки зрения мне импонирует то, что сегодня, например, уголовный кодекс нельзя применять по отношению к хозяйствующим субъектам, когда идут, так сказать, экономические споры, они должны решаться в арбитраже. Или такой инструментарий, когда у нас, мы же видим и репортажи различные, когда идет рейдерский захват того или иного бизнеса, это недопустимо. Вот почему нам очень важно повышать правовую культуру населения. И с этой точки зрения, опять же, примеры республики Саха-Якутия, когда мы на основе распоряжения главы республики Егора Анатольевича Борисова реализуем концепцию повышения правовой культуры населения. Именно когда люди сами будут в правовом отношении более подкованы, они не будут допускать того, что будут какие-то конфликты интересов, будут какие-то вопросы, которые не связаны с прозрачностью действий органов власти. Будь это на государственном уровне, будь это на муниципальном уровне. Вот почему я, например, как председатель концепционного суда обращаю внимание своих коллег-судей на то, что мы должны заниматься не только судопроизводством, процессом, мы еще должны заниматься и конституционным просвещением наших сограждан. И с этой точки зрения, например, с МВК Саха у меня тоже деловые партнерские связи, поскольку я уже здесь второй год веду программу «Конституция и мы». Недавно я провел 18-ю по счету передачу, которая была посвящена вопросам развития нотариата в нашей республике. То есть в каждой передаче мы говорим о том, как реализуется Конституция. В этом году Конституция Российской Федерации исполнится ровно четверть века. А Конституция – это же не Библия, которая сама по себе лежит, а именно это документ, который мы должны наполнять реальным содержанием, каждодневно исполняя свои обязанности. Потому что в рамках этой передачи мы говорили о дальневосточном гектаре, мы говорили о праве на труд, мы говорили о проблемах коренных малочисленных народов в Севере, о работе законодательного, исполнительного органа, мы говорили о практике адвокатской палаты и так далее. То есть мы в каждой передаче считаем нужным какие-то вопросы рассмотреть более предметно, сфокусировав свое внимание на тех или иных проблемах. Ну давайте вернемся к посланию. Вы упомянули конфликт интересов, такое понятие. Путин в своем послании говорил о коррупции, уделил этому внимание. На ваш взгляд здесь что было главным? На мой взгляд главное в борьбе с коррупцией – это не просто заявление. Люди должны видеть конкретные примеры борьбы с коррупцией. Будь это на муниципальном уровне, будь это на региональном уровне, будь это на федеральном уровне. И в последние годы мы видим, что и в ряде субъектов Российской Федерации наличствуют такие факты, когда мы никого не должны жалеть. А если проявление коррупционной схемы какой-либо, с этим мы должны самым жестоким образом бороться. Но тем не менее у народа есть еще определенные претензии, что эта борьба еще не является настолько действенной или может быть наиболее агрессивной. Но я говорил о том, что действие только со стороны власти – это не самый главный эффект в этой борьбе. А я говорю о том, что именно когда мы повышаем правовую культуру населения, мы уже не создаем проблему для развития этого нехорошего действия, когда есть конфликт интересов, когда люди пользуются своим должностным положением. Как говорят народы, быть у воды и не напиться. Мы должны отойти от этого. Я думаю, что с каждым годом эта борьба уже выходит на более другую, более эффективную плоскость. И я думаю, что эта борьба будет продолжена. И с другой стороны, при той гласности, которая у нас обеспечивается, в том числе с помощью средств массовой информации, желающих что-то отхватить, становится меньше. Ну и давайте последний вопрос. В послании поставлены очень амбициозные задачи. На ваш взгляд, кто должен взять ответственность за их реализацию, за исполнение? Вообще послание, как я говорил вначале, это программный документ. Это дорожная карта для действия всех органов государственной власти. И касательно федерального собрания, федерального правительства, регионального парламента, регионального правительства на муниципальном уровне. И в первую очередь, я хотел бы отметить, что те задачи, которые поставлены в послании, это залог успеха для нас только в том случае, если мы, рядовые граждане, будем относиться к своей работе более ответственно. И с нашей стороны должна быть инициативность. Как говорил один хороший человек, прежде чем спросить у государства, что оно сделало для тебя, я должен спросить самого себя, а что я сделал для государства. Поэтому я хотел бы призвать всех своих сограждан быть более инициативными, активными. И, конечно же, у нас в стране созданы все механизмы для реализации демократических принципов. У нас есть реальный диалог между властью и обществом. И в том числе и в нашей республике. Чем мы должны, безусловно, гордиться. Спасибо. Это было актуальное интервью. Я напомню, что у нас в гостях был председатель Конституционного суда Республики Сахайя-Якутия, председатель Якутского регионального отделения Ассоциаций юристов России Александр Ким Кимен. Мы обсуждали послание президента страны Владимира Путина. Удачного вам дня. Оставайтесь с нами на Якутия-24. Продолжение следует...